всем привет мои хорошие я я купила storage точнее 2 и хотела бы показать вам маленький столь чья не успела к сожалению мой телефон отказался фотографировать и снимать какой сторож я успела сфотографировать и снять сейчас мы все это мы делаем открываем юнит что там интересно 220 долларов со всеми налогами 234 биби, пожалуйста, нужно пить в доме, не играйте потом мы собираемся в доме и пить в доме, пить в доме, потом потом вы можете играть да, Ромзайсик? ай, это сладкий купили мы его из-за этой кухни для Ромзайси большая красивая ай, это сладкий ну и здесь у нас остальное так, я пока буду я не могу сегодня все разобрать здесь потому что это не первый сторож что, денежка и буду снимать уже с гаража так как у нас это не первый сторож и у меня просто нет времени у нас вообще очень у меня мало времени осталось вот так что все разбор гаража я буду делать уже мою сторожа буду уже делать дома без гаража своего все, увидимся позже так сегодня у нас второй день нашего юнита можно сказать но для вас он будет первый вот мы привезли два гаража сюда два юнита по столу ооо вау ооо 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 конечно там перебрать но увы так это у меня с предыдущего юнита вещи на них у меня есть покупатели это чисто детские одежды три четыре пакета я их просто оптом отдам и все вот что с этого юнита с этого юнита вот эти куклы четыре их шесть по моему шесть или семь кукол вот я их выстроила в ряд они не дешевые фарфоровые то есть коллекционные где-то примерно ну идут от сорока до до девяносто долларов я их находила вот надо будет посмотреть еще раз потому что я смотрела просто по названию куклы baby wait I help you видишь малитовой мой маленький мальчик который все время кричит что то пишите что то хочет что ты хочешь ты хочешь эту игрушку нам надо ее сначала помыть мы сейчас будем мыть игрушки да разбирать мне пока ребенок не дает то есть я буду разбирать по коробочке по одной по две и снимать на видео коротким потом все объединяем и вы увидите в одном целом видео пока мой ребенок хочет игрушки и не надо помыть и игрушки а вот некоторые утилизировать пока есть возможность то есть чтобы он не видел потому что это настоящая истерика если я выбрасываю игрушки игрушки выбрасывать нельзя ну и улика надо тоже будет ее отмыть очистить и выставить на фейсбук замечательно продастся картины с картинами я не знаю я их пробовала подавать на ebay но они так тяжело продаются их наверное надо на свой гараж устроить то есть возле дома здесь вот распродажу устроить картины это у меня два юнита одна была такая игрушечная а вторая ну второй гараж был такой человека в возрасте ну не в возрасте но средних лет точно там была мужская в основном мужская обувь была мужская и бабушкинская я не поняла то есть это были пожилые люди были вот и одежда была национальности сейчас скажу Пууэрто Рико по-моему то есть кепка и этот я не сняла я потом покажу мне там есть вырезка фотографии пока вставлю покажу вот но это точно не мексиканская была мексиканцы немножко по-другому одеваются ну то есть национальная одежда мексиканцев вот и либо они уехали в свою страну либо что какой гараж был непонятно то есть либо они комнату снимали вот что мне здесь просто понравилось вот эти куклы вот эти куклы я поддала за 300 долларов сейчас я потом покажу их у меня, кажется, два вот куклы это юнит кукол вот очень много игрушек много кукол Дед Мороз вот там бабушка со спичкой и еще кто-то потом будем разбивать много игрушек вот я постираю сейчас будем разбирать потихоньку матрас что с ним делать не знаю с мебелью я как-то еще могу разобраться с простой но с этой не очень хорошей там есть мебель которую можно продать а вот эту мебель ее никогда не продашь она вверх она старая высохшая и рассыпается я ее просто на дрова пущу вот а с матрасом это конечно сложновато придется заказывать контейнер через некоторое время потому что я его не порежу не покромсаю ничего с ним не могу сделать он металлический внутри с металлическим каркасом ну то есть с пружинками и каждый матрас такой кстати такой грязный страшный зачем люди хранят такие вещи не поняла вот мои пузырики мои коробки еще вещи ну тоже на прав и вот этот стол у меня просто удивил такой красивый этот стол и вот этот вот эта сумка они так и друг с другом еще нечто сумку ставили в сумке есть что ой я не знаю что но она супер тяжелая вот и замок заржавел заржавел вот он заржавел я его открыть не могу но честно говоря сумку мне тоже не хочется рез потому что вроде как специальная сумка под что-то и мне надо разобраться сначала я попробую ее смазать дабл дешкой и попробую проработать если уж не получится буду скрывать молнию вот коробка в чемодане ничего нет я уже проверила то есть так только грязное белье почему грязное белье хранить не понимаю очень много старой обуви что надо уже открыть и посмотреть меня это интересует да 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 это машинка винтажная машинка для стрижки прикольно и это можно продать винтажная машинка профессиональная здорово что мое солнышко сейчас дай тебе вот так что ты хочешь солнышко what do you want you want to say me what you want tell me this one ok let's take it and wash ok сейчас помоем потом будешь играться не грызи ногти у нас проблема выгрызи ногти да что там забыл игрушки везде игрушки везде это был прямо очень такой игрушечный вид столько игрушек ну какой грязный разосеклись правда не бери в рот пойдем мыть так мы уходим мы уходим мыть игрушки а с вами мы увидимся позже через секунду все бери бери смотри смотри мы тебя видят вот хей окей я решила все таки скрыть эту коробку окей сейчас я ее открою и вам покажу в общем возможно что-то деть так момент истины так я открыла и там была вот такая упс вот такая моя удочка и здесь я так понимаю что рыба не знаком не это не не ты даже не ты она так хорошо продается Я не ожидала, я думала, это просто, а это все. Такая хорошенькая, 100 долларов, дзинь-дзинь, в копилку. Кстати, юнит я купила этот, который с игрушками, за 234 доллара, плюс у меня на два юнита, как бы ушло, ну, это вместе с налогами, со всеми делами, и плюс второй юнит у меня был за 63 доллара, вот, а в результате машины еще 140 долларов, то есть это получается 234, 240, плюс 63, 300, 440 долларов, собственно, на все, про все, плюс бензин, туда-сюда, заправлять машину нужно было, и, скажем так, 500 долларов ушло на все, со всеми расходами, вот, такая классная, идем разбирать дальше, что у нас там дальше, окей, так, следующая коробка, что у нас тут, располагай, сейчас зай, мама разберет коробочку, у нас какая-то, столом лежат, вот, это не часы, оу, вау, ну все, хайсы достались кому-то, ой-ой-ой, ой-ой-ой, она не открыта, мы ее не будем открывать, мы ее дороже продадим, baby, please don't open, ой, надо теперь с ребенком воевать, все, тадададам, момент X, будем скрывать молнию, блин, мне кажется, это бойлинговый шар, я что-то так, осторожно сейчас на пальчик займем, вот так сделаем, вот здесь просто выпустим молнию, о боже мой, так и есть, это бой будет оооо, бол jó ! это бол, бойлинг болл, оооо, дуже большой болл, довольно скорый болл, да, айе! ой, ой, оооо, что это такое? это болл, боялинг болл. это medio ключи Зачем его хранить? Вопрос. Как он может стоить? Такой хер. Не надо лазить туда. Темкатор. Вверху 75-80. Сейчас посмотрим, что он чувствует. Хотя вряд ли. Может он в каком-то розыгрыше. Он не знает. Теперь перчатки. Такое, приставилые. И перчатки для игры в бойлинг. Я так понимаю. О, Боже. Ну вот, посмотрела, что внутри. Бойлинговый шар. И вообще не понимаю, зачем. Этот шар вместе с сумкой я выставила просто на улицу. Как мусор. Как ненужную вещь. И его забрали мальчишки. Лет 12-13. Были очень счастливы. Сумку вышли. Сумка-холодильник. Она, конечно, хорошая. Но здесь вот молния заржавела. Я ее все-таки попробую почистить. Потому как вроде как замочки тоже хорошенькие. Просто супричные мили. И сумка очень хорошая. Я ее постараюсь почистить, подмыть. И не буду ее уграсывать. Она хорошая. Она хорошая. Даже себе может ее отстал. Нам Рамзесик вырецает. Он хочет машинки. Он хочет с нами машинки. Так, а мы тут, кажется, нашли лаппу. Сейчас будем открывать. Ура, открыто. Не записывала, как говорится. Так, лаппу и какие-то тренинные близости. Будем ждать, что-то там на еще. Так, компьютер. Ой, я с компьютером, как говорится. Хороший компьютер. Целый, не разбитый. Биби, ты опять ты туда залез? Так. Смотри, когда мне ребенок залез. Смотрите, ты меня тут, ребеночек. И кайфует. Хочет новые игрушки. Пойдем искать игрушки. Пойдем, пойдем. Тонушка мой. Не убегай, пожалуйста, далеко. Bye. Сейчас сиреноголовую позову. Это единственное, что тебя пугает. Сейчас придет сиреноголовый. Вон идет. Испугался? Так что не убегай далеко от мамы, хорошо? Угу. Биби, it's not safe for you. Вот мальчишка есть мальчишка. Хорошо, что стол прочен. А там куклы. Там куклы, зайка. Все, иди ко мне. Не кусай меня. Пойдем. Пойдем искать игрушки. Игрушки вам зайчик хочет. Ура! Пойдем искать игрушки. Так, лаптоп. Очень неплохой бис там, бисдик. По ощущениям, не такой старый. Будем разбираться. У нас Лиз Брайан для этого. Мальчик. Сын, он у нас интернет не емей. Точнее, айтишный. Так что ждет, не нужно. Будем смотреть, что дальше. Есть внутри, что интересно. Я его покажу. Это надувной матрас. Я его открыла. Я не знаю. Целый, целый. Вот, чтобы надо мне не хотеть. Ну вот, еще одну коробку разобрали. Так, ну, в принципе, хорошие находки. Возможно, продать. Все, возможно, продать. Ну, с надувным матрасом, наверное, он сразу пойдет в карпич. Потому что... Ну, не хочет мне ее выявить. А продать, я даже не знаю. Целый он, не целый. И на сосуде у меня такого надувать. Так, я тут начала ковырять дальше. С одним лаптоком мы разобрались. И тут второго лапток. Я тут нашла документы. Сейчас пособую. Ну, не буду показывать. Но здесь social security. И такое ощущение, что человек армейский. Все такое. Так, скажем так. Ну, вот парень. Парень, парень. Малейский паспорт. Так, что тут еще есть? Ничего нет. Ленточка. Что еще там? Паспорт, ничего нет. Топ есть что-то. Топ есть что-то. Открываем. Еще один лапток. Еще один лапток. HP-шник. Папа, ну, фай. О, фай! Угу. Верри, вот компьютер. У-у-у. Я хочу. Я знаю, что ты хочешь. Ой, подожди. Сейчас найдем еще один компьютер. В хорошем состоянии. Ну, тупчик. Папа, пойдем искать дальше. Что у нас дальше? Сейчас я разберусь с ребенком. Хочу показать свои находки. Разгребаю. У меня всегда получается показать все на видео. Вот. Очень много, как бы, всего. И плюс ребенок у меня обедает туда-сюда. Поэтому очень шумно. И я не это сумма. Не успеваю делать видео. Вот, разобрала и у меня все. Вот, вот, у меня шесть. Сейчас, скажем, сюда. Так, я нашла набор серебряных рожек. Ну, серебренок, но серебренок. Но там есть и то, и то. Я не буду разбираться, потом что-то мне. Вот, очень много бетилов. Как я понимаю, я тут спрашиваю. Ее очень много. У всех они разные. То есть и новогодние игрушки, и стаканы, и ничего только нет. Наклейки. Бинокль в целости, сохранности. Сейчас у меня руку не очень надо помочь. Такую штучку. Классная штучка. Я ее даже вообще на дому себе оставлю. Потому что у нас иногда не включают свет. А ребенку, в принципе, ребенку нравится. Такие вещи экзотичные. Ну, и всякие стаканы, всякие эти. И вот, не че, не деньги. Грифткам такая карта. Активная, но это мы ее с именем, наверное, не будем. Вот, на цветках. Не очень хорошо. Деньги. Это пока только что я нашла. А все еще не разбирала. Деньги тут Куба, Мексика, 50 долларов. Наши, американские, 2 доллара. И 1 доллар канадский. И, естественно, пенсии. Очень много. У меня есть специальные тупы для пенсов. Я их покупаю, чтобы раскладывать и сдал в банк. Чтобы 7% не платить всем банкоматам. Не потому, что мне жалко, а потому, что мне нравится их складывать стопор. Стопор ставлю себе, потому что мы все время его теряем. Бежушки. Очень много бумаги запоказано. Вот, мячи, они все, как бы, вот этот мячи с подписей. И он тоже хорошо продастся. Я знаю. Я просто разобраться, чья это подпись. А потом истык на продажу. Ну, Джорданы. Джорданы хорошо продаются. Даже очень потрепаны они в лед просто, как горячие пирожки. Вот, и то, и это. Еще у меня были новые найки. Абсолютно новые, в коробке. И всякие крисмассы, штучки. Очень много. Готов, как-нибудь сделаю отдельные видео. Буду разбирать их. Вот. Сейчас я иду это разбирать. Очень много мусора, конечно, одежды. Ее надо будет донать. Если не вас передает моя подруга, то я вам даду донать. Картины. Тоже такие виниловые. Винил, по-моему, называется. Есть такие, есть такие. Есть просто рамки. Я думаю, что я устрою сам гараж. И это все замещается продать. Если продать, мы просто в донать сдадим. В какой-нибудь магазин. Типа Арбинави. Вот. А сейчас я коробку открыла. Здесь вещи. Очень интересные вещи. Так себе. Простые. Так. И здесь. Тоже детские вещи. Тоже все донат. Очень вызванные. Вообще, можно даже на любви бросить. Вот. Вещи, вещи. Вещи у меня подруга забирает. Вот. Вот она заберет все. И мешком. Продам мешок все долгов. А она их продает в свою страну. Ну, то есть, отвозит в свою страну. И там продает по штучно. По 2-3 доллара за штучку. И ей очень выгодно. И мне выгодно. И ей выгодно. Поэтому у нас такая взаимовыгода. Вот. Так. Посмотрим, что здесь. Ну, основном детская одежда. Ничего себе. Детские курточки. Это все хорошего качества. Даже ухо присты забрасывать. Поэтому лучше это подать. Для донати. Если не возьму, то донат. Тоже не проблема. Так, мои находки продолжаю искать. Так, собачки. Топ. Так, миленько. Что-то такое непонятное. Кокосовая. Кокосовая копилка. Здесь. Ущенка. Хорошенький, кстати. Хорошенький, кстати. Маме. Угу. Что-то больше. Оп. Ты в порядке? Вдя на купол. Это скользился. Маме. Это... Сей! Маме. Это мастикус. Маме. Это мастикус. Сейчас мы берем мастикус. собачки друзья вот небольшой обзор того что уже проданы из этих юнитов на этом я с вами прощаюсь и жду от вас комментарии следующий раз я разыграю что-нибудь из этих юнитов за самый лучший комментарий что наберет наиболее большое число проголосовавших также вы можете написать что вы хотите чтобы я разыграла спасибо огромное всем пока пока а